Всем привет! Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Новый год уже сегодня, но самое время нам с Димой отправиться за покупками к Новому Году. За новогодними подарками, и ту часть мы будем покупать в итоге после Нового Года. Но так вот из-за работы мы ничего не успеваем. Дорога к магазину, к торговому центру, который у нас обычно занимает максимум 10 минут, уже у нас заняла полчаса. Видимо, мы не одни такие. Боюсь представить, сколько народу будет в магазине. Мы хотим потом, после того, как закупимся, сходить в кино. Надеюсь, у нас это получится, потому что ни я, ни Дима не любят поход по магазинам. Я боюсь, что он нас настолько вымотает при таком количестве человек. Что мы в итоге ничего не захотим. Но посмотрим. В любом случае, по идее, по идее, покупка подарков, что-то к новогоднему столу, это всегда очень приятно. Но, как правило, это приятно вспоминать, это приятное предвкушение. Но когда мы находимся непосредственно в магазине, это крайне неприятно и ужасно. Но все же, все же новогодняя суета, это здорово, поэтому надеюсь, что у нас останутся приятные впечатления, которыми мы хотим с вами поделиться. Обычно здесь вообще никогда не бывает пробок, но тут столько машин стоит, и они реально просто стоят, просто на месте. Я осмелюсь предположить, что они уже едут из торгового центра, а мы только туда. Мы почти переехали. Ну, ничего, сейчас доедем. О, боже, сколько здесь машин тоже. Ну, ладно, зато там виднеется елочка. Ладно, главное не психануть и не развернуться. Ну, такого, конечно, никогда не было, чтобы вот здесь столько машин. Обычно заезжаешь, и все, и на месте. Ну, и найти бы места на парковке, конечно, было бы неплохо. Смена караула. Выезжают тоже. Тоже просто стоят. Что, не бывает такого? Тебе полос супер-супер нравится. Я уже боюсь сюда заходить, но нужно. Дабы не стоять 2 часа потом на кассе. Нет свободных сканеров? Серьезно. Попробую еще раз. Не стоять на кассе у нас не получилось, потому что нет свободных сканеров. Прошли на другой конец магазина, но все равно нет свободных сканеров. Потому что они все заряжаются. Да, они есть. Все понятно. Очень обидно просто. Это такая трата времени. Итак, нужный нам напиток, который мы будем пить. Поскольку у нас много народу, кому нужно дарить подарок, то мы, как обычно, как и в прошлом году, просто собираем подарочные боксы. Ну и всем в подарочный пакет мы кладем бутылку шампанского. Новогодние праздники, она пригодится всем. Мы решили прийти потом еще раз, потому что не находим даже половину того, что нам нужно. Взяли себе на новогодний стол и кук, шампанское в подарок, на салат кальмар, кул, конечно. Очень придется еще раз приезжать по-любому. Дима берет еще швейпс. Ну, мы пополнили нашу карсину. Особенно мне нравится этот подарочный пакет. Мы его подарим нашей любимой певице, потому что это прям для нее, всего самого шикарного и роскошного. Ну и, конечно же, средства от всего тоже нужно дарить. Без него никуда. Партия закупки к Новому году почти готова. По итогу купили много всего, но при этом ничего не купили. Итак, у нас ушло сколько? Шесть с половиной тысяч. С учетом того, что мы не купили еще пока ничего. Машины только прибывают и прибывают. Мы решили отвезти, потом сходить еще раз и дойти еще в некоторый магазин. Итак, у нас перерыв между покупками. Мы решили сходить в кино. С собой не стали брать много корм. Взяли банку-точку. Взяли банку-точку. Но нас еще в зал пока не пустили. Мы уже почти все съели. Хотя планировали, мы уже не знаем. Дима ждет, когда нас запустят, потому что уже достаточно много времени. Ура, мы дождались, нас запускают. Мы пока одни почему-то, но на самом деле почти весь зал битком. Мы делали второй заход в магазин, но там уже настолько мы были уставшие, что было не до съемок. Мы докупили конфеты детям киндеры. Сходили в Литуаль, купили косметику немножко. Будем сейчас упаковывать подарки. Примерно у нас получается две натуральных мочалки. Возможно, кто-то посчитает, что оно не нужно, но это не нужно. Выбросить все старое. Мне просто понравились эти пухлые полотенчики. Бутылка шампанского. Шампанское, между прочим, очень даже неплохое. Маски для лица. Девочка-момывалки. Мальчик-мегель для бритья. Конфетки. Ну и вроде всё. Нас очень много, поэтому вполне достаточно. Есть ещё дети, которым должны обвалить подарки. Поэтому смотрим, какую-то ерунду. Итак, вечер 31 декабря. Мы ещё не всё закупили. Сталось навести последние штрихи по подаркам. И мы с Димой отправляемся в магазин. Всё-таки, чтобы душа наша была спокойна, чтобы всё уже есть. И на улице просто никого. Весь подъезд тоже будто вымер. Ни одного человека вообще нет. Слуд! Мы удачно вышли, Дим. Это, наверное, пока тренируются. Не удалось нам купить то, что мы хотели в подарок, потому что уже закрыли торговый центр. Мы не посмотрели, что у них сегодня короткий день. И идём домой. Но зато мы купили три болгарских перца. Это прекрасно. Но обидно. Хоть мы и съездили зря, но насмотрелись на салют. Хотя ещё впереди Новый год. Бой курантов ещё целых 4 часа. До Нового года. Мы ещё успеем приготовить салат. Мы ещё посмотрим фильм Иван Васильевич меняет профессию. Так, ну и вот так вот у нас всё заснежено, красиво. Конечно, плохо видно в темноте. Такая у нас предновогодняя атмосфера. Начинается Иван Васильевич меняет профессию. И ёлочка наша прекрасная. Обожаю, когда именно этот цвет огонёчков. Конечно же, и здесь включили. Ну и сейчас самое время. Самое время готовить салат. У нас новое покрывало. Заказывали из Китая. Но, тем не менее, смотреть, какая красота. Конечно же, шоколадочка. Шоколадочка на Новый год. За окном салюты пускают. Красота. Прямо рядом-рядом. Потом с Димой, может быть, будем погулять. Любимый фильм, просто уважаемый мной. Дима его никак не смогла резать салаты на кухне. У нас там телевизора пока нет. Поэтому принесла всё сюда. Начнём с крабовых палочек. Федя угощаем. Не знаю, будет он есть или нет. О, Дима, он ест. Это просто была самая большая радость, когда мама делала крабовый салат, и нам перепадали кусочки крабовых палочек. Да, Федька кушает, ему понравились. Значит, палочки хорошие. О, Боже, какое прекрасное платье. Смотрим фильм. Ну и пока нарезала крабовые палочки, ну, конечно, мы с Димой тоже крабовые палочки покушали. Аппетит пришёл во время еды. Захотелось чего-то новогоднего. Попросила Диму сделать бутербродик. Мы не ждём Нового Года, слава Богу, а то раньше всегда в детстве приходилось его ждать. Ждёшь, мучишься. Когда же наступит Новый Год, и только тогда кушать. А вот ещё идут яйца, кальмары, возможно, лучок, кукуруза, болгарский перец, ну, конечно же, майонез. По подлу лучка подумаем. Должен быть вкусным. Ну и, конечно, такая бадья, потому что мы салат делаем не только на сегодня себе, на двоих, но и завтра пойдём отмечать родителям. Только салат у нас получился. Огромная просто миска. Осталось переложить нам с Димой в небольшую. Направить ненезом. И всё, и мы готовы, потому что больше ничего мы готовить не будем. Будут бутербродики, перчик на закуску и, конечно же, шампанское. Потому что завтра мы идём к родителям, и там будет и оливье, и селёдка под шубой, и чего там только нет. Федя тоже отдыхает, готовится к Новому году. Под ёлкой подарков нет, потому что Федя всё рушит. Все пакеты рвёт, кусает. Мы с Федей прилегли, лежим, отдыхаем ещё, пока рано готовится. Поэтому мы просто с Федюшкой лежим. Кайфуем. Мы с Димой решили не приносить стол в комнату, потому что мы встречаем Новый год вдвоём, и нам хватит журнального столика. Бутербродики, салат, шампанское. Всё. Больше ничего нам не нужно, поэтому нам хватит журнального столика. Мы включили наш диско-шар, про который мы уже почему-то забыли. Он придал праздничной атмосферы и очень-очень сильно. Сейчас покажу вам, что у нас на столе, но и заодно атмосферу от диско-шара. Мы включили диско-шар для новогодней атмосферы. Федя радуется и играется. В общем, очень красиво, очень красиво. Хочу поделиться. Там отражение. Я очень люблю это отражение. Федюшка. Итак, что у нас на столе? Наша любимая шампанское. Кто-то говорит, что оно на самом деле плохое, что это просто компот, но нас устраивает, нам очень нравится. Кола, швепс, салат, бутерброды, оливки, на которые Федя охотится. Мы пытаемся всячески уберечь. Бутерброды с икрой. И это бутерброд, сейчас расскажу. Мне на работе подарили фуа-гра. Я просто в шоке. Из гусиной печени паштет. Я такие дикатесы видывать не видывала. Знать не знаю, что это такое. Будем пробовать. Оно это не оно, не знаю. Но вообще, такой подарок шикарный был, что я просто в шоке. Так, ну и салатик. В общем, сейчас мы все донесем, что у нас осталось. Там просто посуда, закусочки. И будем встречать. Уважаемый, заканчивается 2020 год. Так, тут у нас уже поздравления. Не только то, что в его силах, но и много больше. Помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем вам. Такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание. Стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. С новым 2022 годом. С Новым годом! У всех с Новым годом! Дима, открывай шампанка. Всем будьте счастливы. Спасибо вам за все. Моему каналу год. И я очень рада, что кому-то нравятся мои видео, и что кому-то не нравятся. Тоже рада. В общем, спасибо большое всем за поддержку. Огромное спасибо. У меня уже 300 с лишним подписчиков. Все, загадываем желание. С Новым годом! Уже салют за окном. Как красиво! Ура! С Новым годом! Всем всего самого прекрасного. Будьте счастливы. Дим, салют просто прямо перед носом. Красота! С Новым годом! Надеюсь, кто-то посмотрит наше видео, и Новый год у вас продлится, и вам станет приятно, и вы вспомните то, как вы встречали Новый год. В общем, новогодние атмосферы много не бывает. С Новым годом! Из-за этой песни никуда. С Новым годом! С Новым годом! И так, под Димину любимую песню мы решили достать наши 100-летние 100-летние бенгальские огни. И так, на самом деле, эти бенгальские огни, Дима, они очень пушистые. Давай не над этим. Эти бенгальские огни я покупала нам на свадьбу. Вот они розовые. То есть им уже два с половиной года. Какие они мощные! Смотрите, они розовенькие. И вот, прошло уже два с половиной года. И вот, прошло два с половиной года. И час этих бенгальских огонечков поступил. В 2022 году. К нам, оказывается, приходил Дедушка Мороз. Я даже не заметила, когда Дима поставил пакет под елку. Я реально не заметила. Ну, не Дима, а Дед Мороз. Так, ну, пора подарочки. Мы собрались. Решили выйти на улицу. Я все-таки решила, что наше новогоднее видео не должно закончиться. Просто посиделками у стола. Взяли с собой бенгальские огни. Хлопушку прошлогоднюю, между прочим. Не знаю, что из нее будет. Ну, и все-таки хотим посмотреть сами салют и показать вам. Вон, Дим, салют. Смотри, смотри. Ну, грохот просто невероятный. Со всех сторон. Это мы удачно вышли. Просто удачно. Слушайте, бедные животные. Вот теперь я понимаю. Реально страшный грохот. Максим, там прекрасная елка на фоне видна. Максим, песик, не боится. Не боишься? Не боится. Он кайфует от салюта. Кайфует от салюта. Ой, что я пропустила? Они здороваются. Поздравляю друг друга с Новым годом. Иди, иди. Пусть, пусть, пусть пояс. Такая снежная зима. Давно не было такой снежной зимы. Если бы мы узнали, куда подходить, чтобы видеть салют. Салюта у нас нет. У нас есть хлопушка и бенгальские огонечки. Мои, нет. Нет, это не мои. Не, не ваши. Да, цель. А так, как быстро. Так, у окон быстро. Так, у нас есть хлопушка. Ну, в парке, конечно, оказалось все красивее. Много салюта. Народа очень много. Мы гуляем. Нас не хотели пускать из-за вот этой маленькой хлопушки. прошлогодней. Никто не знает, что ей уже 200 лет и что вряд ли она запустится. Народ очень. Игра ненависима. Народ очень много. Народ очень много. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...